В понедельник на полках российских книжных магазинов появился новый роман Владимира Набокова. «Лаура» и её оригинал, так называется произведение, вышел в свет спустя 32 года после смерти писателя. Имя Владимира Набокова, оно культовое не только для районской литературы, а для всей мировой литературы. Это писатель мирового масштаба. И, конечно, через столько лет после его смерти вдруг выходит его неизвестный роман. Конечно, это целое событие в истории литературы. У выхода в свет этой книги непростая предыстория. Несколько десятков лет не могли разрешить дилемму, публиковать или нет. Перед смертью писатель попросил супругу сжечь 138 карточек с набросками незаконченного произведения. Труды она не уничтожила, но и публиковать не стала. 18 лет назад перед своей смертью жена писателя передала рукопись их сыну Дмитрию. Когда Дмитрию исполнилось 75, он разрешил опубликовать незаконченный последний роман Владимира Набокова на радость поклонникам автора. Здесь, в московском магазине, почитательница книг Набокова Марина уже приобрела новинку. Потому что он правильно пишет по-русски. Потому что сейчас редко можно прочитать что-то такое, чтобы заставило тебя думать. А Владимир Набоков – это сложный достаточно писатель, с одной стороны. Если мы говорим не просто о чтении, а именно о чтении с пониманием того, что автор вкладывал в свои произведения. Набоков родился в Санкт-Петербурге. Но после революции его семья вынуждена была бежать из страны. Свою взрослую жизнь писатель прожил в Германии и Соединенных Штатах. Всемирно известным он стал за свои романы, написанные как на русском, так и на английском языках. В оригинале «Лаура» на английском. На языке оригинала роман вышел 22 ноября, а версия на русском языке – 30 ноября, с официальной презентацией в Петербургском музее Набокова. Ну а те самые 138 карточек с оригинальной рукописью произведения 4 декабря будут представлены на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. Ожидаемая сумма за редкий лот – от 400 до 600 тысяч американских долларов.